Что общего у Рио-де-Жанейро, Барселоны, Тель-Авива, Лос-Анджелеса и последнее время и Риги? Во всех этих городах живут самые активные вейзеры, те, кто не мыслит свое путешествие на автомобиле без использования социального навигатора Вейс. В рамках специального проекта в этих местах к этой системе подключились и муниципальные власти. Что из этого вышло, смотрите в этом репортаже. Вейс, принадлежащий интернет-гиганту Google, одно из крупнейших в мире приложений для автонавигации. Это некий симбиоз бесплатных навигатора и социальной сети. Активное сообщество пользователей, обменивающихся информацией, превышает 40 миллионов человек. Магия Вейс в информации. Когда вы передвигаетесь на автомобиле, программа собирает данные о вашем местонахождении и времени, за которые вы преодолеваете определенное расстояние. На основе этой информации создается карта трафика плотности движения. Чем больше пользователей, тем более точны эти данные. Но это, конечно, не все. Фишка в том, что если в дороге вы, как водитель, встречаете какой-нибудь приятный сюрприз, дешевую заправку, хорошее кафе или же неприятный выбоину, засаду полиции, ремонт дороги, аварию и так далее, вы сможете все это отметить на карте, прямо со своего смартфона. Для Вейс Латвия большой успех. Число пользователей в этой стране очень высоко. Примерно полмиллиона. При этом здесь миллион автомобилей. Значит, половина всех водителей пользуется Вейс. Только что введенная информация сразу же появляется на картах всех остальных пользователей. И более того, пробки, ремонт и тому подобное уже автоматически учтены при прокладке маршрута. Государственная компания «Латвияс Валсцели» «Латвийские государственные дороги» уже более года сотрудничает с Вейс. Совместный проект в рамках программы «Вейс Коннектед Ситизенс» весьма успешен и помогает улучшить сообщения внутри страны. Мы сообщаем о всех строительных работах, которые ведутся с нашей стороны в сети государственных дорог, чтобы водители могли заранее рассчитывать свой путь, посмотреть и увидеть, где им, может быть, стоит выбрать другую дорогу. Зимой мы сообщаем, также информируем о тех участках, где может быть обледенение, что очень актуально для водителей, особенно в утренние и вечерние часы. Мы стараемся искать какие-то новые пути, тоже использование возможностей Вейс. В этом году мы первый раз призывали автоводителей отмечать в Вейс дорожные ямы. И дорожная служба, которая занимается уже содержанием дорог, могли использовать эту информацию в качестве дополнительного источника, чтобы планировать свою работу. Вейс Connected Citizens предполагает обмен данными. Компания «Латвийские государственные дороги» получает анонимную информацию от пользователей Вейс о ДТП и движении по дорогам, тогда как к сервису предоставлены данные от дорожных сенсоров, сообщения о ремонте дорог и другая информация. Латвия стала одним из первых партнеров программы, в которой на данный момент участвуют также Рио-де-Жанейро, Барселона, Джакарта, Тель-Авив, Сан-Хосе, Бостон, Лос-Анджелес, штаты Юта и Флорида, а также департамент полиции Нью-Йорка. Максим Гусаров, Дукаскопия ТВ, Рига, Латвия.